Теперь перейдем к описанию конструкции создания таблиц. Итак, мы видим, согласно описанию грамматики, что оператор создания таблицы требует явного указания названия этой таблицы и некоторого списка, который может состоять из определения столбцов или определения каких-либо ограничений на уровне таблицы. Соответственно, каждое определение столбца может состоять и обязанно, как минимум, состоять из его названия. Далее указание для названия либо типа данных, либо домена. Это является обязательным. И дальше опциональное определение значения по умолчанию или каких-либо ограничений столбца. Давайте же это подробно рассмотрим. Итак, какие могут быть ограничения в описании столбца? Во-первых, мы можем указать, что столбец не может иметь неопределенного значения. Мы можем указать, что столбец является частью или полностью он является первичным ключом. Или просто наложить на него ограничения уникальности. Тем самым, фактически, данный столбец также будет являться единственным или участвовать в каком-либо другом ключевом поле. Но первичным ключом являться не будет. Дальше некое описание и указание references. Мы уже немножко с ним знакомы, но подробнее сейчас рассмотрим. И возможность, точнее, или возможность каких-либо ограничений на значение элементов данного столбца. Итак, определение конструкции references. Мы видим, что мы можем в определении столбца указать, что он является, по сути, внешним ключом. И указать таблицу и колонку, то есть столбец другой таблицы, на который ссылается на значения, которые будут содержаться в данном столбце. Ну, на самом деле, не только другой таблицы, но и этой же таблицы также можно указывать значения. То есть, помним, что мы можем делать ссылки на эту же таблицу. Дальше есть описание типов проверки значения внешнего ключа. Match, Simple, Full и Partial. Которые будут говорить о том, каким образом необходимо проверять совпадение по внешнему ключу. Ну, тут в основном это касается составных внешних ключей. И разные методы по-разному их проверяют. Метод Simple позволяет либо какому-либо элементу, составляющему первичный ключ, иметь неопределенные значения. Либо, если все элементы, входящие во внешний ключ, определены, то должна быть запись в таблице, куда ссылается набор этих элементов, которые соответствуют по значениям данной таблицы с внешним ключом. Full обозначает либо, что все элементы внешнего ключа являются неопределенными, либо обязательно совпадают значения первичного ключа с какой-либо записью ключа из таблицы, на которую мы ссылаемся. Ну и частичное совпадение требует, чтобы либо каждый элемент имел неопределенные значения в внешнем ключе, либо те элементы, которые не указаны, то есть неопределены в значении внешнего ключа, также были неопределены и в таблице, на которую мы ссылаемся. Ну, по умолчанию надо сказать, что используется в большинстве СУБД стратегия Simple, но она может быть переопределена, но опять же в зависимости от конкретной базы. Ну и то, о чем мы говорили ранее, это стратегии выполнения операций при попытках нарушения ссылочной целостности, что должно происходить при обновлении или удалении значения из главной таблицы. Дальше мы говорим о том, какие могут быть ограничения Constraint, созданные в самой таблице, не в определении стопца, а в определении таблиц. Это ограничение первичного ключа, либо ограничение уникальности, и тут может быть уже указано не какое-то отдельное поле, а, собственно, набор полей. Если мы хотим ограничение уникальности для набора полей указать, или первичный ключ у нас является составным, то здесь мы должны перечислить все поля, которые составляют этот ключ, или входят в ограничение уникальности. Отдельно здесь можно определить внешний ключ, но опять же, если он является составным, мы можем указать набор атрибутов, которые входят во внешний ключ. И дополнительно указать какую-либо функцию проверки на выполнение какого-либо условия. Ну и мы помним, что определение действия, которое должно производиться при попытках нарушения ссылочной целостности, может выполнять одно из пяти значений по стандарту. В первых двух случаях отменяется выполнение операции. В случае каскада, выбора значения каскад, производится каскадное изменение. В последних двух случаях либо устанавливается некое значение по умолчанию, которое указывается в этом операторе, либо устанавливается неопределенное значение. Субтитры создавал DimaTorzok